Возвращаемся в прямой эфир. У нас сегодня в гостях Евгений Крылов и Алексей Варламов, организаторы конференции «Проснись, провинция», ну или вот модно «Вайкап провинция». Добрый день, господи. Добрый раз. 28 мая, седьмая конференция уже подряд. Собственно, что это? 28 мая. Да, 28 мая, седьмая конференция, правильно? Да. Что это такое? Ну, «Вайкап провинция» — это конференция, которую мы с Женей организовали уже, наверное, полтора года назад. Уже два, почти. Два, да. То есть мы с Женей ездим на различные конференции в другие города, то есть приезжаем оттуда заряженные, свои команды поднимаем, новому чего-то учим. И поняли, что у нас нет какого-то движения, какое-то сообщество в городе. И, собственно, решили попробовать и сделали одним летом пилотный проект. И он пошел, конечно, не финансово, но понятно стало, что люди заинтересованы. И мы стали развивать эту тему и решили, что делать будем это раз в квартал, потому что раз в месяц, наверное, это было бы слишком часто, то есть каких-то новинок не появилось бы раз в год слишком долго, то есть нужно быстрее отрасль поднимать. То есть так сложилось у нас, что раз в квартал мы проводим, но вот последний раз в феврале у нас там вышла заминка, поэтому мы вот спустя полгода выходим в мае на другой площадке. И, не знаю, Женя, может, еще что-то? Ну, я дополню Алексея. Ну, правильно Алексей сказал, что одна из причин это была то, что у нас в городе, грубо говоря, никакой движухи не было, да, мы хотели ее создать. Ну, и также очень важной причиной то, что Саратов вообще и рынок веб-разработке достаточно депрессивный город в этом плане, то есть у нас нету ярко выраженных каких-то лидеров, известных на федеральном уровне, как это есть во многих других городах, да, и сама отрасль находится на достаточно низком уровне своего развития, то есть как в техническом плане, так и в плане самого бизнеса, и нам хотелось рынок, чтобы рос, а так как мы других не видели путей, кроме как самим этот рынок начать развивать, и чтобы стало лучше всем, и заказчикам, и веб-разработчикам, мы решили вот эту конференцию сделать, чтобы познакомиться друг с другом и помочь развить этот рынок. Ну, как бы основная идея, что вы хотите добиться? Ну, как раз идея того, чтобы веб-разработчики научились делать хорошие сайты, научились правильно их продвигать, вообще поняли, зачем мы существуем, как должен наш рынок работать, а клиенты, соответственно, получили качественные продукты, которые им приносят реальную пользу, прибыль, также клиентов и так далее. То есть поднять уровень веб-дизайна в нашем городе, ну, не только веб-дизайна, но и что сейчас модно и правильно, продвижение в социальных сетях, мобильные приложения и так далее. Любой бизнес, любое начинание рано или поздно сталкивается с тем, что нужно идти в интернет, давать рекламу в том же Яндексе и так далее. Ну, вот единственное, наверное, наше жжение-упущение, что наша конференция, она как-то локально для разработчиков, то есть для представителей отрасли, но в последнее время стали приходить уже представители бизнеса, и все-таки, наверное, у нас должно быть какое-то обращение к ним, то есть нам нужно донести до них, что можно приходить, нужно приходить, и они получат массу полезного, то есть как по управлению своими проектами, по продвижению проектов, возможно, найдут каких-то подрядчиков для своих сайтов, ну, достаточно полезно будет для них. То есть у нас нет узкой технической информации, мы стараемся все доклады подбирать на уровне более доступном, широком, как бы, кругу людей, то есть тем, кто хотя бы чуть-чуть с этим связан, он уже, в принципе, может приходить, потому что будет интересно. Насколько это вообще востребовано? Потому что я посмотрел, у вас там где-то 60-80 человек, да, приходит? Да, у нас каждый раз, ну, причем каждый раз, начиная с первого, это где-то 70 с лишним, ну, 70 плюс, так скажем, в современном человек... Это возраст 70. Да, нет, 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 приходят посетители, причем основной костяк, он все равно остается, то есть в зависимости от докладов, которые мы выбираем на конференцию, приходят либо технические специалисты, либо там другого рода, вот, но основные люди всегда нас поддерживают, другие компании поддерживают, ну, даже как бы мы с Женей, то есть у нас разные студии, там, агентства, у нас здравая, добрая, такая дружеская конкуренция, вот, но при этом мы договорились, что мы хотим сделать этот мир лучше в границах Саратова, по крайней мере. А по какому принципу отбираются докладчики-лекторы? Ну, я, наверное, сейчас доскажу. Первый раз мы проводили, то есть мы рассказывали сами, у меня был доклад, у Евгения был доклад, другие ребята из компании нас поддержали, а дальше, когда мы поняли, что это востребовано, мы, то есть мы, когда ездим на конференции, мы знакомимся, общаемся с другими агентствами, с топовыми агентствами, которые известны на рынке, и заводятся приятельские добрые отношения, то есть мы приглашали друзей, которым интересно выступать, которые уже выступают на крупных мероприятиях, и самое интересное, что никто из них не был в Саратове, и они с удовольствием приезжают. И мы всегда на добрых началах приглашаем их, и они остаются, и на следующий день мы им показываем город, показываем наши достопримечательности. Естественно, сейчас там в мае, или летом у нас будет следующее, это зелень в городе, да, то есть это не слякоть, интересно посмотреть, они уезжают с хорошими впечатлениями. Ну да, Алексей вот очень правильно сказал, то, что для многих Саратов вообще это такая черная точка на карте, вроде все слышали о том, что он существует. Это яма, знаете, как на дороге, да. А в плане нашей отрасли, вот этой вот диджитал-сферы, да, так как у нас нет ни одного яркого представителя, никто даже и ничего не знает вообще, что у нас в Саратове, что у нас здесь есть, да. У нас очень сильно представлена именно сфера программирования серьезного, да, очень много аутсорсеров в городе, вот, ну и за счет того, что у нас вузы есть профильные, вот, а наша сфера, она все-таки больше не про программирование, а больше про маркетинг, и как бы мы немножко в другой плоскости работаем. И вот про нашу сферу вообще никто не знает, и всем интересно и на город посмотреть, и на то, какие здесь есть компании. Многих есть даже интерес, там, например, какой-то офис разработки свой в Саратове открыть, опять же, вот, с этой точки зрения тоже приезжают к нам гости, то есть они на конференции выступают и вообще как бы прощупывают почву. Вот, некоторым интересно поработать с какими-то крупными саратскими компаниями, да, потому что у нас все-таки в Саратове есть несколько таких федерального уровня больших компаний, которые, ну, интересны крупным, опять же, компаниям в диджитал-сфере. Поэтому, ну, тут интерес обоюдный, поэтому с удовольствием приезжают. Да, ну и за счет этого, за то, что было какое-то хорошее общение на других конференциях, люди приезжают из, как я уже сказал, топовых компаний. А для слушателей приятно видеть среди докладчиков не только местных, но и тех, кто несет в себе там прорыв на рынке, которые выполняли там классные проекты, ну, то есть видимые достижения у них есть. И на это тоже идут спасибо ребятам, которые к нам приезжали, будут приезжать. То есть это благодаря, наверное, знакомствам. А дальше уже работает реклама. Ну, сарафанное радио работает, опять же, то есть сейчас уже о конференции знают, то есть уже сами многие предлагают приехать, даже те люди, с которыми мы лично не знакомы, да, то есть уже сами предлагают, и мы, естественно, с удовольствием соглашаемся. Потому что вот на этой конференции у нас будет 4 иногородних докладчика, один из них даже будет из Красноярска. Из агентства Идеалпрома, СММ, вот, это будет очень интересно, да. Там один из Москвы, один из Красноярска, один из Тулы и один из Самары у нас докладчика. Я, кстати, обещал привезти пряников. Понятное дело, Тулы, а мы-то что можем отвезти? У нас калача уже нет давно. Гармошку. По поводу названия, все-таки проснись, провинция. Почему она спит, по-вашему? Давно же нет, я говорил. Ну, почему она спит? Ну, я не знаю, возможно, у нас изначально какие-то экономические к этому предпосылки были или еще что-то. Потому что, допустим, я могу сравнивать с другими регионами, да, то есть есть, например, Сибирский регион. Это традиционно очень мощный регион, там серьезная промышленность, серьезная наука в том же Новосибирске, да, там есть вот один из докладчиков, там приезжал как раз, у него компания расположена в Новосибирске, в научном городке, в Академгородке. Вот, и там у них как-то, ну, в целом экономическая обстановка лучше, то есть в целом другие компании местные, да, более серьезные, более крупные. И они поднимались вместе с этими компаниями и постепенно выходили на федеральный рынок вместе с этими компаниями. У нас в Саратове, ну, наверное, таких компаний объективно просто меньше, да, или там даже с той же Самарой, если сравнивать. Кстати, у меня есть хорошее дополнение. По поводу того, что даже та же Самара, у нее более развит рынок диджитала, и там даже проводился большой фестиваль, который собирал там больше тысячи человек. Вот, ну, не об этом я хотел сказать, о том, что даже в Саратове там есть большие компании, но, которые работают на федеральном, там, на международном уровне, и они заказывают разработку дизайна, сайтов, там, приложений не у нас, я имею в виду не в моей компании, а вообще не в Саратове. То есть есть федеральные компании, они идут к ним, потому что они уверены, что там сделают качественнее, они уверены, что красивее и так далее. Вот, но на самом деле это далеко не факт. Ценник может быть гораздо выше, а результат может быть и не таким. Ну, я даже вот дополню, да, Алексей очень правильно сказал, то, что у нас, как бывает, обычно компании сначала работают с саратовцами, вот, пока они не очень большие, да, как только компания становится, ну, более-менее серьезной, они сразу перескакивают вот это вот, так сказать, сначала они работают с недорогими саратовскими компаниями, а потом они резко уходят в очень дорогие федеральные. То есть работать со средними саратовскими бюджетами им почему-то неинтересно. То есть как бы либо очень-очень дешево, почти бесплатно в Саратове, да, либо очень-очень дорого, но уже там в Москве и других там кругах. То есть среднего варианта для них не дано, и они не понимают, что можно потратить половину бюджета. То есть вы вот как раз хотите объяснить, что вот эту вот серединку, по сути, в том числе, да. Мы представляем такую серединку. И не только клиентам объяснить, а разработчикам, чтобы они делали правильные сайты, они, студенты, делали на коленке на то, что можно, нельзя посмотреть, когда ты находишь сайты, которые выполнены там саратовскими разработчиками, которые там вчера открылись, открылись месяц назад, полгода. Ну да, им нужно подтягивать уровень, и мы не делаем какой-то линч, чего вот вы плохо делаете. Наоборот, приходите, развивайтесь, и это самое главное. То есть мы хотим поднять отрасль. Знаете, вот про интернет заговорили. У нас в последнее время очень много всяких запретительных законов. У нас вообще хотят сделать свой собственный внутренний интернет, да, как в Китае и так далее. На ваш взгляд, вообще у интернета-то есть будущее в России или нет? Ну, я уверен, что есть. Даже если мы пойдем по самому там жесткому китайскому сценарию, грубо говоря, да, в любом случае... В Северной Корее говорят. Ну, в Северной Корее какой-то вообще фантастический сценарий, да. Я надеюсь, что наша страна... Все равно будет внутренние заказы, внутренний интернет, для которого также нужны будут решения. Да, мы же работаем в основном либо с локальными, либо в некоторых случаях с федеральными заказчиками, да. Ну, с такими международными компаниями мы, например, не работали лично, да. Вот, поэтому нам сложно сказать, что это как-то на нас может повлиять. Ну, и в целом, наверное, мир без интернета уже жить просто не может. Хорошо, но все-таки если, например, у нас свой локальный интернет, да, и у нас никаких нет ни программ, ни контактов за рубежом. Мы на своем-то вылезем? Ну, конечно, а почему нет? Ну, кстати, это хороший вопрос, потому что программное обеспечение, большинство программного обеспечения, оно сделано не у нас, вот, графические пакеты и так далее. Есть просто шикарный пример, вот, как, например, даже на личном опыте, да, у нас в начале, там, 2000-х годов интернет был, во-первых, не у многих, во-вторых, он был очень дорогой, вот, и у нас существовал локальный саратовский интернет, да, в том числе я, там, принимал некоторое участие в его развитии, там, в 2007 году у меня, там, тоже был достаточно серьезный проект, в котором была посещаемость, там, порядка 12 тысяч посетителей в сутки, то есть, ну, для 2007 года из локального, так скажем, ресурса это было неплохо, вот. И, то есть, большинство людей интернетом внешним вообще не пользовались, им хватало тех ресурсов, которые были в локальной сети представлены. Часто не хватит. Ну, почему? В общем, наверное, в зависимости от ситуации люди подстроятся, и все равно будет чем заниматься. Да, ну, я в такой сценарий, честно скажу, я не верю, но если вдруг он реально случится, я думаю, ничего так прям вот особо страшного не произойдет. Мы не так сильно зависимы от каких-то зарубежных ресурсов, да, ну, я не могу представить, от каких мы ресурсов зависимы. Все, вы не согласны. Ну, я сказал про графические пакеты, программы, в которых создается дизайн, там, по векторной графике, по растровой графике, вот, то есть, каких-то российских аналогов для этого, ну, к сожалению, не было, или, может быть, не к сожалению, то есть, не требовались они. И какое-то исследование рынка по этой теме мы даже не делали, да, то есть, незачем. Ну, надеюсь, что не произойдет такого, чтобы пришлось это искать. Нет, ну, если изоляция будет от всего иностранного, то у нас компьютеров не будет. Значит, мы венем в каменный век, да? В общем, да. Одна из тем выступлений – это взаимодействие с социальными сетями. Я вот в некотором смысле чуть пошире хочу с вами об этом поговорить. Ну, там, по-моему, даже два доклада на тему социальных сетей. Там про Инстаграм и про соцсети целиком, насколько вот, если я не ошибаюсь сейчас. Соцсети как все-таки новая веха, новое направление, новое развитие, потому что, ну, там, как одноклассники в свое время появилось, да? Ну, сложно сказать, конечно, что новое. Просто бизнес сейчас туда пришел. Вот, да-да-да, вот я же, да, я об этом и говорю. На ваш взгляд, социальные сети, в принципе, могут когда-нибудь заменить вообще сайты? Ну, зачем сайты нужны? Вкрываешь гонку, где работают? Да, они уже сейчас заменили сайты. То есть, сейчас уже многие успешно ведут бизнес исключительно в социальных сетях. Просто это очень сильно зависит от сферы, так скажем, действия. В любом случае, если у вас компания, так скажем, уже более высокого уровня, да, сайт, он в любом случае нужен. Причем, как бы, для вас это не будет какой-то там финансово затратным, да? Он нужен для информационных целей, он нужен для того, чтобы маркетинговые какие-то акции проводить. Просто соцсети сейчас не предоставляют достаточно инструментов, чтобы там ярко показать свои конкурентные преимущества, да? То есть, малый бизнес, он 100% он уйдет в соцсети, он уйдет на конструкторы сайтов, то есть, им не нужны будут какие-то уникальные разработки. И там уйдет, я не знаю, в какие-то там большие торговые сети. Ну, как, например, сейчас там есть Алиэкспресс, да, который многие знают. Большой китайский агрегатор. И как бы бизнесу ему не нужно делать отдельный сайт, он просто регистрируется на Алиэкспресс или там в Америке на eBay, Amazon, вот, и продает там достаточно успешно, да? Но если надо вести маркетинговые акции, надо как-то выделяться, да, но тут уже без сайта вообще не обойтись. Ну, я могу добавить, что в социальной сети клиенты, ну, не клиенты, а компании идут за разным. То есть, они хотят получить разный эффект. То есть, в самом начале, когда они появились, все делали странички ВКонтакте, в Одноклассниках, везде. То есть, они сделали, но не вели их. То есть, работать с аудиторией не ведется. И сейчас, в зависимости от сферы бизнеса, которая идет в SMM, нужно понимать, где твоя аудитория, как с ней работать, то есть, выбрать там ту или иную социальную сеть тоже не обязательно во всех быть. И если не хватает инструментов, то да, здесь должна быть индивидуальная разработка, и никакие там конструкторы не помогут. Ну, какой-нибудь сложный интернет-магазин с интеграцией, там, бухгалтерии и прочего, да, с какими-нибудь сложными выгрузками, фильтрами и так далее, будет нереально сделать. Ну, грубо говоря, в соцсети вы сейчас не сделаете интернет-магазин, там, даже с тысячей позиций, да. Но вы можете там один-два товара каких-то конкретных продавать с небольшими там разновидностями, да. Если у вас большая номенклатура, вы уже не сможете ничего продать, потому что инструментов нет в соцсети. Да, если продавать в том же ВКонтакте или Инстаграме какие-то, ну, хендмейт и так далее, то да, это можно делать, это будет успешно, но все время придется отвечать на сообщения, на какие-то там комментарии к фотографиям, и нет никакой системы, куда ты будешь записывать эти заказы, тебе нужно будет перезванивать. То есть, как обычно делают, пишут телефон, вайбер, там... Ну, да, 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 да. Ну, я даже тоже добавлю, что сейчас... И ты вот на телефонах постоянно сидишь, и у тебя нет системы, то есть тебе не пришел заказ на почту. Нет, сейчас многие современные системы работы с клиентами уже начинают интеграцию с соцсетями, то есть, как бы... На пути к этому. Да, в ту же систему управления клиентами у вас попадают сообщения из разных соцсетей, и вы из одной точки, как бы, там, менеджеры обрабатывают эти стоявки. То есть, это уже тоже есть. Это я сказал не к тому, чтобы отговорить компании не идти в социальные сети, а для того, чтобы правильно выбирать инструменты и понимать, где твоя аудитория. Сейчас это самое главное. То есть, все хотят эффект продавать завтра или, там, уже сегодня... Ну, понятно, все хотят. Это, кстати, про бизнес хочу спросить, у нас все-таки в стране официальный кризис, все признают, говорят, все плохо, малый бизнес еле выживает, закрывает, средний бизнес тоже кое-как существует. А вот в вашей сфере чувствуется как-то кризис или нет? Ну, он чувствуется, но не очень сильно, так скажем, потому что интернет, он всегда был, так скажем, одной из самых дешевых площадок для рекламы, да? То есть, ну, это самое дешевое. То есть, это дешевле, чем там на билбордах рекламироваться, дешевле, чем на радио, на телевизоре. Я, кстати, хорошее добавление сделаю, что кризис он кризисом, но люди по-прежнему хотят делать бизнес, там, индивидуальные предприниматели, компании. И сейчас есть такой тренд, что все начали считать эффективность. То есть, если раньше можно было просто заказать сайт, заказал и все, ну, вот он висит, как для галочки. А сейчас делают сайт для того, чтобы получать с него заявки. То есть, уже параметры подсчета на конкретные действия, там, не на переходы на сайт, а на звонок. То есть, оставили заявку на тот или иной товар. Вот. И, как бы, это, за этим идут. В общем, клиенты стали немножко более серьезными. Самое главное, что в интернете, помимо там всяких объявлений или там, как того билборда, как Женя сказал, то есть, здесь можно посчитать эффективность. То есть, настроить рекламную кампанию даже в социальности так, что ты можешь четко понять, с какого источника, сколько ты потратил рублей на этого клиента, и сколько ты можешь потратить две тысячи, можешь посчитать, и тебе будет понятно, что тебе нужно вложить 20, и ты заработаешь миллион. Ну, условно. Вот. То есть, это все поддается расчетам, и в итоге стоимость одного клиента снижается за счет интернета. Давайте напоследок тогда приглашайте участников. Да, как я уже сказал, наша конференция, она открыта для всех. Наша конференция открыта для всех, и мы приглашаем представителей компаний, бизнеса, чтобы послушать, как продвигать свои проекты в интернете. И где, когда? Самое главное, да, 28 мая, это конференц-зал City Hall, в 11.30 у нас начнется регистрация. Также подробности на сайте wupconf.ru, там есть доклады, тезисы этих докладов. То есть, поймете, интересно вам или нет, приходите, всех ждем. Да, будем рады всех видеть. Евгений Крылов, Алексей Варламов были у нас в студии, спасибо большое. Сейчас небольшая пауза, и это место займет Александр Глушенко с выборкой вне политики.